Добрый день, слушатели Школы Здравого Смысла. Начинаем серию спецрепортажей. Меня зовут Дмитрий Сопрыкин. Я Андрей Щербинин. И сегодня тема спонтанно родилась по поводу предпринимательства нового времени. Что грядет. Как в твоей жизни. Вот Андрей, он предприниматель со стажем, запускал очень много бизнесов различных. И сейчас у него кардинально произошли изменения в жизни. И он, на мой взгляд, по-другому чувствует, как в новом мире, в новой реальности выстраивать бизнес. Ну да, и сегодня хотелось бы поговорить не про какие-то финансовые инструменты, бухгалтерские отчеты, как клиентов искать. Не про это. Про воронки продаж. Про воронки продаж. Не, не про это. Я думаю, что кто сейчас будет смотреть, кто-то в это наигрался, и я уже в это наигрался. Хочется раскрыть тему предпринимательства бизнеса в любом случае существует сейчас. Ну, по факту, да? Да мы все, на самом деле, предприниматели. Люди дела, скажем. Давайте так, люди дела. Вот. И хочется, знаете, сказать, что сейчас я замечаю, будучи сам предпринимателем, что как будто бы людям, кто занимается теми или иными проектами в онлайне, либо вживую, стало тяжело. Ну, прям тяжело внутри. Сыпятся, рушатся просто все те инструменты, к которым вы привыкли. Там какие-то механики, какие-то, как ты говоришь, воронки продаж, какие-то инструменты, отделы продаж, да, там. Я уже не говорю про справочник желтой страницы. Сарафанное радио. Сарафанное радио, как будто все стало, перестало работать. И я внутри, имея себя, внутри имею вдохновение какое-то свое дело продвигать, а не понятно, как его продвигать. Ну, потому что там вроде делаешь вебинары разные в онлайне, да, там на ютубе, как будто люди не смотрят. Так это я в целом картинку говорю сейчас, да, и про себя, и про себя тоже. Вот. Потом начинаешь там где-то вживую выступать, как будто бы людям интересно не приходят на живые встречи. Начинаешь по старому рекламу там давать, где-то в интернете, в инстаграме, в телеграме, и там где-то еще она как будто не реагирует. И бывает такой момент, типа, а кому это все нужно? Ну, типа ты вещаешь, кому это нужно? И ключевую штуку, которую я сейчас выяснил, вопрос, что мы транслируем. Ну, и с какого внутреннего состояния мы транслируем, и что мы транслируем. И для кого. И какие продукты продаем, да? Ой, и какие продукты продаем, по сути дела. Да, на самом деле. И надо ли вообще в новом веке продавать кому-то что-то? Да, вот с точки зрения, да, продавать с точки зрения того, к чему мы привыкли. Классический бизнес. Отдел продаж, там, не знаю, команда, продюсеры, продвижение. Возможно, может быть и надо, но как-то по-другому. Потому что я вижу, вот, на консультацию, ребята приходят, предприниматели, я вижу, что, типа, старый продукт, который мы продавали, ну, слово, там, производство бетона, или, там, перепродажа окон, либо продажа каких-то курсов, вроде уже не хочется, непонятно, как продавать, уже не работает система. А как по-новому продавать то, что нравится, непонятно. Даже вот примеры были, да, раньше как-то на рынках люди собирались, продавали продукты. Потом раз, все, перешло в супермаркеты. Ну, поменялась же система продажа. Да, да. То продавали там через какие-то там сайты, сейчас уже сайты не работают, девочка в инстаграме может продавать в тысячу раз больше, чем кто-то там, у кого там отдел продаж, там, воронки какие-то настроенные, какие-то сайты. И все меняется, ничего не стоит на месте. И сейчас я общаюсь с теми же ребятами и девчатами предпринимателями, и тут вопрос, наверное, главный мотив, внутренний мой мотив, а что я продаю, кому я продаю, и вообще, зачем я продаю? Вот вопрос, зачем я продаю? Для чего продавать? Для того, чтобы обеспечить свою жизнь, ну, как бы, на уровне ума, школа здравого смысла, например, как будто бы на здравом смысле, ну, конечно, мне нужно продать товар или услугу для того, чтобы обеспечить там семью, жену, детей, квартиру, там, да, ипотека, либо там, просто квартира. Чтобы получить деньги. Да, чтобы получить деньги. Но если мы дальше идем, а что за этими деньгами стоит? То есть, я хочу получить деньги для чего? Ну, тоже на уровне здравого смысла объяснять, ну, чтобы путешествовать, одеваться, кормиться, какие-то там... Кров был, да. Кров был, обязательства какие-то, может быть, есть. Понятно. А дальше-то что? Ну, вот, окей, ты... Кто-то придумывает помогать людям еще, значит, там, типа... Но не все зарабатывают деньги, чтобы помогать людям. Да. И вот за этими деньгами дальше что стоит? А дальше за этими деньгами стоит что? Мы же получаем деньги для того, чтобы их потратить на какие-то же кайфушки. Кайфушки. Для кого-то это вещи, для кого-то это путешествия, кому-то это, может быть, там, развлечения какие-то, там, еда, например, и так далее. На рестораны. На рестораны. Кто-то для того, чтобы... Нужны деньги для того, чтобы просто комфорт обеспечить себе, комфорт жизни, безопасность какую-то в жизни. А дальше-то что? А вот если говорить дальше, 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 так можно долго-долго вопросы себе задавать-то, а мы все это делаем для кайфовых внутри ощущений, просто для чувств. И по итогу приходит к тому, что нам нужны деньги для того, чтобы испытывать внутренний комфорт, безопасность, радость, наслаждение, всякие разные удовольствия. Тут такая ловушка получается, такая петля, реально петля, то есть мы делаем эти инструменты, создаем специально продукты, их продаем через разные каналы продаж, кто-то в онлайне, кто-то вживую, кто как умеет. Проходим, платим деньги, чтобы научиться создавать что-то. Проходим разные курсы для того, чтобы зарабатывать деньги и на них обеспечивать то, что я перечислил. Но по факту, я заметил, то есть мы создаем свой успех в деле, в отношениях, успех, для того, чтобы прийти к ощущениям, к чувствам, к счастью. То есть мы через успех, через сделание, через дело не едут, так нас учили, значит получили кучу курсов, образований, пройди кучу тренингов личностного роста и тренингов по продаже, по HR, по бухгалтеру, по финансам, по стратегии и так далее. А потом ты все будешь знать, тренинги по отношениям, тренинги по здоровьям и так далее, куча-куча разных обучалов. А потом будешь все знать и тебе это счастье по-любому же будет. И ты точно начнешь жить. Да, и ты начнешь жить. Вот это жизнью комфортная, легкая, радость и так далее. Вот мои 46 лет, у меня в бизнесе 9 лет, да, последние 9 лет. Прямо как предприниматель, не в найме, а как предприниматель. Здесь можно и про найм говорить, то же самое все. Сейчас я понимаю, что это вообще такая петля, такой тупик. Так, это реально ловушка. Но потому что счастье не наступает никогда. Потому что все время мало. Мало, мало, мало. Денег мало. Я вот купил сначала там, я была Toyota Wish. Мало, я хочу японскую новую машину. Я купил, это давно было. Купил Honda Accord, новую, с салона думаю, все. Ну мечта сбылась. Новая с салона Accord. Потом раз, опять что-то деньги появились. Блин, я хочу европейскую машину. Я купил Range Rover, новый с салона. А потом раз там с друзьями пообщался, а кто-то на Rolls-Royce ездит. Прикинь, я такой думаю, о, хочу Rolls-Royce. А потом посмотрел, другие друзья, они летают на своем суперджете. Свой самолет. А вот еще яхта есть. Я такой, о, я хочу яхту. Это постоянно гонка. Это можно, я примитивно сказал. Это можно и здоровье, и в отношениях там. Там это и в домах можно, и в домах. Это большая-большая ловушка. Потому что мы это все делаем для чуть-чуть ощущения. А когда мы наоборот переворачиваем всю тему, чтобы... А как сделать так? О, я просто... А как сделать так, чтобы сначала я, не сначала я достигаторством занимался. Вот гонкой за результатом, а потом получил как будто бы то самое счастье, которое точно не будет. Я сейчас прям тотально, я уверен. И верю в то, что его не будет. И так и случается. А как сделать так, наоборот? Чтобы я кайфовал, наполнялся вот этой энергией, любовью, счастьем, легкостью, радостью. И на эту энергию приходили эти кайфушки, да? То есть я же не отказываюсь от машин, квартиры, отношения, здоровья, денег. Не отказываюсь. Нет. Вот как это сделать так, наполняться кайфом, и чтобы на этот кайф, на эту энергию приходили все то, что я хочу, короче. Получается, не квартира наполняет тебя кайфом, а ты наполняешься кайфом откуда-то. Откуда-то. Да. И квартира автоматом приходит. Да. Вот мы сегодня сидим в таком интересном винтажном у тебя месте. Да-да-да. Я зашел, думаю, в музей. Рейн, я зашел в музей. Да, вот это правильно ты сказал. И этот путь, как и ты, как и я, мы с тобой одновременно запустили, да? Год, наверное, назад. Апрель месяц. Апрель месяц прошлого, 2023 года. И то, что сейчас я вижу, то, что ты видишь, ключевое чувство внутри. Потому что чувство внутри, не важно, где оно находится, в сердце, где-то вот здесь, короче. Как я называю? Чувство внутри, это огромная энергия. Потому что чувства, это не просто бла-бла какие-то. Это огромная энергия. И чем выше моя энергия, это можно померить в герцах, прям померить в герцах. Можно померить в вибрациях, как его называть, не важно. Да, короче, мне все, с каждым днем все лучше, лучше, радостнее, радостнее, радости. Вот это ощущение любви, беспричины, просто любви. Все больше, больше, больше. И потом, оп, смотрю, какой-то человек пришел с каким-то проектом. Типа, давай вместе делать. Я так, о, давай. Потом, там, пришла квартира. Но пришла, как это интересно. То есть, если взять тему имуществ, какие-то имущества, там, недвижимость, квартира, машина. Я сейчас приехал к тебе на встречу на машине. Я не покупал и даже не арендовал. А вот от ранжировера, который ты купил тогда, у тебя вот это чувство было? Оно было и очень быстро прошло. То есть, когда я переезжал в какие-то квартиры, покупал дорогие вещи, дорогое образование, дорогой отдых и дорогую машину, этими чувствами я... Была ли кайф, радость и наслаждение? Это, конечно, было. Ну, то, что это там какое-то было. Но оно так быстро замыливается, так быстро уходит, что это очень временная история. Ты уже едешь на машине, как будто, ну, аранжировер, либо это другой автомобиль гораздо проще, меньше и дешевле. Ну, из точки А в точку Б перевез, ну, там покомфортнее. Да, там шумоизоляция лучше, там кожаные кресла. Но там кайфа уже нет. Ну, подлился там на месяц, ну, два. Пусть будет полгода он продлился, это кайф, и все. И вот вопрос в том, чтобы и сейчас, общаясь с предпринимателями, прям с бизнесменами, я вижу такую, ну, я прям чувствую, вижу, и они сами говорят, такую их боль на душе, на сердце, что они заколебались. То есть они заколебались, как белки в колесе, зарабатывая деньги, чтобы хоть как-то хватило денег, вот какая фишка в чем, хоть как-то хватило денег, они взяли там, выдернули себе из бизнеса на пару, два-три дня на месяц, на неделю, на две, уехали отдыхать, какой-нибудь в Турцию, не знаю, во Францию, не важно куда, и просто хотя бы забылись. Вот хотя бы забылись, без проблем, без забот, как-то бизнес там, деньги не заработали. Выключить телефон, да. Выключить телефон, и хотя бы на недельку, на две вот они отдохнут. Вот, кайфуют они, кайфуют, но потом приезжают, и опять все. Вот, и я вот спрашиваю этих ребят, девчат, я говорю, а что бы ты делал? Вот смотри, задаю вопрос, вот деньги, 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 да, все зашибись. Даже те, у кого есть много денег, я общался с ними, ну, то есть у них все потребности закрыты, вообще все. И у них там денег столько, сколько им не нужно даже сейчас. Ну, они просто приходят, ну, так бизнес они создали, они приходят, 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 приходят. Я говорю, типа, а что бы, вот если бы вы закрыли бы вопрос с деньгами совсем, на всю жизнь просто, вот все, там миллионы, миллиарды у вас лежат, что бы вы делали прямо сейчас? Ну, не буду говорить никто, ну, почти никто не ответил, я буду заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Никто не ответил. Вот прямо тем сейчас занимаюсь, это настолько кайфово для меня, это дело моей жизни, что я буду продолжать это делать. сделал? Ну, там уже пару человек из ста ответил, остальные нет. Остальные занимаются тем, что привыкли. Это был их первый бизнес, они как бы как дети от него оторваться уже не могут. Ну, как бы это уже выйти не могут с бизнеса. Он приносит деньги и так далее. Но почти все сказали, что я бы занимался другим. А чем бы ты занимался? Ты знаешь, такое сейчас время интересное, наступило уже, наступает, наступило. Почти все говорят, типа, я бы занимался тем, что мне нравится, тем, что не доставляет радость игру что конкретно а я бы как-то бы с людьми работал как то есть я как-то бы взаимодействовал с людьми там был каким-то мастером проводником делился бы просто своим опытом я бы никто играет я просто бы сидел бы кайфовал ко мне приходили бы люди я просто делился бы опытом какие ошибки можно было бы избежать вот такая интересная тема и это говорит о чем это говорит о том вот какой час я путь прохожу ты каким к кому-то путь проходит но чтобы перевернуть эту штуку задом как будто бы наперед а точнее прийти к той самой истине внутренней кто самый внутренний природе к своей своей природе важно понять а что я на самом деле хочу и что мне делать хорошо а мне делать хорошо чувство которое испытываю радость кайф наслаждение любовь драйв огонь азарт восторг вдохновение так и думаю хорошо он же моя природа природа моя ли природа страдать там парни планерки сотрудники что-то сопротивляется зарплаты нет это все не моя природа методов после упал просто тяжело и плохо я привык что были деньги я хочу там чтобы меня было обеспечено все комфортно было я не хочу уходить пока в монастырь не хочу есть логика да что вот это и делаю деньги приходят нам а я хочу какой-то оставить это все было но при этом я хочу внутри было хорошо вот чтобы моим делом доставляла мне радость и потом нам открывается штука может быть найти то дело то дело жизни который будет доставлять мне радость а какое-то будет дело да это будет то дело бизнесовая в онлайне в живую оффлайне это будто и дело которое будет являться следствием дело следствия следствием раскрывшийся наших уникальных талантов по-другому вот ребят ну не знаю кто как может идет как по кому-то следа петь танцевать и рисовать вот петь танцевать и рисовать хороший комментарий наших уникальных талантов я понял в детстве не действие там раньше вы и рассмотрел свою другу на друг есть и он такой и и врач и играет и поет круто прикинь и танцует офигенно и видео снимает класс дусь вообще на все руки мастер я думал вот же творческий человек вот это у него талантище община все умеет делать какие не танцует и поет рису и рисует реально все и рисует круто между прочим еще людей лечат ну врач а я про себя думаю я не не тою не тою не то не тою да не тою я не тою я не пою не танцую не рисую на какой же планах металла так нет значит я не творчески они талантливые начну заниматься чем научил у меня бизнес-тренинги и ходил на бизнес тренинг они не учили ну окей понимал как делать сайт как как нанимать отдел продаж как выстраивать эти все бизнес-процессы и продавал а потом то я понял что чтобы моё дело было следствием моего таланта на там какой-то открыли ну а может быть реально круто танцует круто пою я пока не знаю но фишка в том что я позже потом узнал что есть у каждого человека на планете которая пришел эту землю есть уникальные только и ему свойственные его сути природе днк нейронам головного мозга его душе с разных вы сторон можете к этому подходить но не физики не физики и эзотерики есть те самые уникальные божественные таланты таланты то что называть в чем моя миссия предназначения миссия предназначения на нити такой как это как рамки какие-то я познал свою миссию винил а таланты то есть каковы мои таланты что что человек у того это то что мне делает хорошо это не делать не могу вот и потом я понимаю что тыкна талант раскрывать потому что я уверен в том что если бы чего есть бы чего-то не было уникального таланта его который не скопировать никему не повторить никак он будет у земли не пришел умного это делал бы не оплатился он так был в потенциале ли не болтался бы виде энергии потому что человек это то самое существо как венец творения человек венец творения который пришел на планету раскрывать свой уникальный талант вот какие таланты божественные даже вселенная зачем ей одинаковые таланты да у нас же сетчатка глаза там пальцы все же разное у нас состав тела он неповторим ну да мы внешне похожи руки-ноги да типа да укропнённо укропнённо но волосы в разных местах растут как бы мы даже сами нет же похожих людей даже близнецы ниже не похожи к другу ничего а все считают все одинаковые да люди на все разные полностью но шаблон что все одинаковые классный класс вот крутой пример еще и доначно люди не меняются но это другая тема да и вот мы с димой то что мы сейчас запустили свой путь это не какие-то ринге лично со ростами какие-то курсы это самое исследование себя очень глубокое и очень смелая на самом деле следует на себя мы видим по себе и по нашему окружению нас таких уже там больше четырех тысяч человек по себе окружении видим что у каждого есть свой уникальный талант вот у меня например уникальный талант это пробуждать в человеке экстаз жизни никогда вскрылся вы прикиньте экстаз жизни чё за тема непонятно как у меня вскрылся как в трансценденте в откровении в присутствии людей рода мира сергей дома то вот но на вашем канале он уже был до присутствии еще проводников я думаю что с ним делать но когда он посмотри как важный момент когда он во мне раскрылся это не не мне его назначили кто-то сказал как-то во мне определенных процессах определенных инструментах да ума мне сам такой раз у меня из-за рта вышли слова экстаз жить и творить это же записал жить и творить написал так тетрадки до сих пор записано жить и творить им экстази потом иду заклокотала сердце так мне так душа прям наполнилась нет ни слезы катились долго думаю так это же вот это раскрытие божественно талантов потом начал думать а как живу в мир преды и понял что экстаз это не орган как думают физически экстаз это экстаз души экстаз внутреннего состояния экстаз это драйв кайф наслаждение эйфория вдохновение души внутри то есть внутри состояние просто радости постоянная драйва радости такой вау я думаю а кому же это нужно спрашиваю а потом начало с людьми общаться так это всем нужно оказывается люди так живут что им драйва кайфа не хватает я думаю классно нужно значит а каким образом я могу им это помочь дать и драйв кайф невидимый элемент ценность которого оценить невозможно да но без него никак нельзя а как же без него грустить только но даже у тебя будут все деньги мира да у тебя в руках за а у тебя драйва кайфа нет вот посидишь и нулым говном и зачем тебе деньги и потом начал как-то предложить в проекты сделал себя консультации потом встречи в общем родились разные проекты онлайн и где при взаимодействии с человеком лично либо там с группой ну у меня команды люди ну как бы раньше назвали клиента сейчас называемых творцы ну просто по кайфу в людях творцов раскрывать они сами начали в себе этот кайф драйв пробуждать но сейчас не про не про проекты свои игры про что про то что а когда человек пусть будет предприниматель нового речу нового времени но время потому что открывается ведь и самые таланты которые являют в те самые новые проекты которые требуют земля требует планета требует бог как энергия как сила как любовь бог требует рождение в человеке самого себя свои судьи рождение вот он спал 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 занимался бизнесом который колотил ему деньги он деньги там раскидывал там влюблялся детей рожал то машины квартиры покупал все дальше то что так вот земля сейчас требует рождение в человеке талантов нового времени у тех самых божественных талантов по сути с которым человек и пришел на планету то есть мы когда рождаемся мы-то знаем кто мы потом так получается там папа мама родители преподаватели власти оп-оп-оп сотку оп-оп-оп и мы идти себя забыли и потом запускаем большой путь поиск опять себя мы ищем себя себя проходим разные опыт так далее так вот возвращаясь к саму начала нашей встречи по поводу предпринимателей я вижу и ты видишь как предприниматели сейчас как бы типа старого времени как старого который обычный бизнес и которым привычный нам когда они начинают вспоминать свои реальные глубинные внутренние таланты то есть ту свою самую природу желание души желание души о классно да что такое истинный желание талант это желание души ты душа например моя пришла прожить во-первых самой прожить что значит драйв кайф наслаждение экстаз жизни это первое а второе людям его дать виде проектов каких-то проектов там консультации онлайн курс не важно чего сопрожить с другими да потому что моя душа это дает другим то у других это пробуждается их же экстаз их их драйв пробуждать так моя душа сорадуется ты же сопрожить то есть нет и мне так хорошо а еще больше кратно 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 то есть моя любовь это безусловная любовь сила энергия она еще больше увеличивается еще больше растет когда я наблюдаю когда люди при работе со мной получается ты охотник за экстазом экстазолог а ты охотник за золотом жизни вечной ты охотником за жизнь вечной за силой вот тогда я так и ты так желание это новые стали какие раньше мы множили счета банковские до размеры квартир айфонов машин а сейчас экстаз множить да и мы и мы мерились да да машины мерились там ты чё а у меня ролик все более золотые ты как ты говорил типа ну вот я на шестисотом ездила на шестисотом возили у меня вот какие-то крутые роликсы были рассказывал а я там чуть а у меня там ранж рояр был короче ну как бы нам было интересно было в этом поболтать конечно а у меня столько сотрудников да а мне сейчас слушай прошлый год я закрыл вот не дотягивал прошлый год за закрыл на ярд с лишним не выручки ярд ярд чу за ярд вышел я за ярд вышел красавка расскажи как а мне инструмент у меня команда у меня и чарня тренде у меня коуч такой вот это мы хвастались эти с этим тоже все в порядке у это класса хороший путь у меня один знакомый вышел за ярд как-то у него завод там все игра на себя сколько денег вообще ну там на семью все это но если зарплату назначил 300 тысяч рублей и все да и живет игра ярд это зачем но это же бизнес это же там люди все это крутина вертится ответа зачем живешь ты знаешь что че сказал такую штука мечта вспомнилось у меня был один проект бизнесовый но связан был со здоровьем классный экологичный проект со здоровьем там с телом там ну так далее чтобы легкость в теле было я короче знаешь полтора года в этом проекте мы как собственники не получали дивидендов 0 прибыли была зарплату сотрудники получали все хорошо компания известна мы участвуем всяких выставках денег хватает на чтобы там реклама не реклама офис ну в общем все хватает но мы как собственники получали 0 ну вот сейчас не будем говорить почему ну так было короче полтора года а потом когда сижу такой думаю а чего в жизни происходит это не зачем приносит мне эта радость нет деньги тем более нет кайфа не а а зачем прикиньте ответил на вопрос этот бизнес мне нужен для того я вот и долго тянул его не отпускал потому что как с миллиардом а как это смысл тоже мой ребенок я же бизнес создал тем более уникальный является в россии все там горит и папан ты все типа это компания а компания создал андрей щербинин этот ребятам да я откуда это моя компания да мы а если мы в этом сегменте самые крупные в россии но это говорю реально мы в этом семейке самый крупный россии смысле мы с нуля создать с нуля у дуку компанию большую дарит вас сезон дала все знают из нуля создал я это не доставляла кайф радость доставляла но потом и такая была ловушка так осознал блять так они я просто врал радости не было поэтому в начале было когда мы создавать конечно потом по итогу там спустя там пять или семь лет радости не было денег не было имеющий было все противно но я тащил потому что жалко было пустить каким образом я возьму корону сниму и кому-то отдам дарит конечно я скажу что это мой бизнес нет когда я признался по слову бизнес продал и я сейчас хорошо развивается и слава богу там все хорошо с ребятами и девчатами вот я потом сфокусировался а что а какой будет проект либо нашим языком бизнес какой бы бизнес которым я буду дровить я потом долго шел этим путем и не сам допер конечно не самый то что такой гениальный ку значит это должны быть мы какие таланты чтоб не так закрутила меня что я потом попал навстречу с родомиром пообщался и во внимание родомира взаимодействие с родомиром во мне открылись вот и самые таланты постоянно раскрывается сейчас где самые таланты которые мне по кайф виде проектов предъявлять от которых мне просто прет сейчас что я наблюдаю очень интересная вещь наблюдаю с чего мы начали а как сделать так чтобы наоборот было не деньги 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 имущество там квартиры так далее а потом счастье а как создать это счастье так вот сейчас так и происходит на что мы с тобой нашли мы как раз нашли тот самый источник энергии источник жизни источник силы который в сердце наше вот это не внешне какой-то язык порадовать уши насладить глаза насладить а что-то только говоря деньги деньги зарабатывал чтобы купить источники наслаждения внешних источники внешних наслаждения классно а сейчас у тебя доступен источник внутреннего наслаждения безграничный то и по сути дела в какой-то момент и отпадает желание деньги зарабатывать, и желания пропадают все в какой-то момент. Мы этот период проживали недавно буквально. А и рождается, и тогда ты задаешь вопрос, а чего можно для себя хотеть? Какие новые желания в новом времени, когда у тебя бесконечное количество энергии и наслаждения внутри? От чего хотеть-то еще? У тебя все желания исполнены, получается. И сейчас, что меня сейчас вдохновляет, когда вдохновляет мои собственные внутренние ощущения, ощущение радости и кайфа, когда я про это рассказываю. Я про это просто вещаю в онлайне либо людей собираю вживую. Я про это рассказываю. Ребят, как это все ответы внутри нас? В нашем сердце в этой части есть проекция, тем более это уже квантовая физика доказала. Это уже и ученые в 21-м или в 23-м году вышла статья, что ученые наконец-то, хотя это эзотерики давно про это знали, и маги, и волшебники знали, но ученые. Ученые позже, да, убираются. Ученые доказали, что в сердце, нашли духовное сердце, материализованное. в грудном отделе есть 8 клеток вечно живущих, которые образуются при зачатии. Они носят наше эталонное ДНК. Они постоянно, они вечно живущие, они прям вышли в вечности. 8 клеток. И это называется материализованное духовное сердце. Вот типа раскруйте сердце для любви, раскруйте источник жизни в сердце, наполнитесь любовью. это же все слова непонятные. Это такая же абстракция. А как это вообще? Ну, по факту-то. Скажите мне, дайте мне конкретное подтверждение. Вот вышла, вышла большая статья, типа, все, наконец-то нашли эти 8 клеток. Вот, эталонное ДНК. И как раз это, как они написали, предположительно, конечно, написали, это предположительно, то, что называют там, это духовный мир, это называется духовным сердцем, которое материализовано в конкретных клетках. Так вот, в этом духовном сердце и есть проект единого источника жизни. Если все на планете взять как энергия, как любовь, как вселенная, как высший разум, как высшее я, по-простому назвать это можно Бог. Просто из трех букв. Просто Бог. Как энергия, как сила, как сознание. Понятно, что мы не про Бога, а про где-то на облаке, как религия, как эгрегор, не про это. Вот. Это Бог. И в нашем сердце, и если не зря же сказано по образу и подобию, мы человек венец творения, даже не просто какие-то бла-бла, фразы, какой-то отлетевшие. Нет. Так вот, сердце наше открывается, это источник. И прет такая энергия, я просто всю жизнь занимался энергией. И занимаюсь энергией. У меня были разные бизнесы, разные проекты на протирении последние 10 лет. Я все время искал энергию. Через тело, через питание, через очищение организма, через йоги, через аффирмации, через дыхательные практики, через сон, через разную физкультуру. Ну, короче, то есть я изучал тело физическое и тело не физическое. Для чего? Мне всегда было интересно, каким образом молодеть. Я хотел просто молодеть. Ими это получается. И каким образом молодеть, и каким образом энергии, чтобы было больше, больше, больше. И те инструменты, которые я открывал для себя, через разные, разные эзотерические опыты, там транс нет опыта, они все рабочие. Все потихонечку, как пазл, и собирал, 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 но такое ощущение, что не хватало одного пазла, самого главного. Я перекопал огромное количество этих всех, ну, и времени вкладывал, и деньги большие вкладывал в себя. Огромное количество источников, где тут самое, такое ощущение, что что-то, знаешь, внутри было все время, что-то не то, что-то не то, что-то не то. Уж проезжал какой-нибудь эзотерический опыт, проезжал какую-нибудь очередную практику, какой-нибудь там, гуру очередному съездишь за большие деньги. Все, вот оно, нашел, короче. Месяц, два, три, все, последнее, но он самый главный, это как бы есть источник, является Бог. Бог внутри нас. Бог внутри нас. Для кого-то может это подходящее название вселенная, для кого-то высшее я, высший разум, сознание. Ну, ученые, квантовая физика называют, что Бог это высший разум и сознание. Как угодно. Для меня очень просто. Бог. Вот. И как раз Бог раскрывает внутренний источник энергии, силы и жизни. и запускает ту самую безусловную любовь, раскрывает сердце ту самую безусловную любовь, которая, как следствие, раскрывает в нас на уровне ДНК, на уровне клеток, на уровне новых нейронов головного мозга, новых дорожек, раскрывает ту самую нашу суть, нашу природу, наши таланты. И мы осознаем, что, бля, так вот она оказывается, кто я, что я, куда и зачем я здесь. Так я хочу это являть мирным, я же предприниматель. Так давайте мне какие-то проекты делать. Я хочу делать проекты новые, нового времени, которые всегда мне будут наполнять. И что мы сейчас с тобой видим, что когда мы наполняемся энергией, являем эти проекты в мир, работаем с людьми, то каким-то непонятным, для ума непонятным, на уровне ума это просто чудо какое-то, чудесным образом в нашу жизнь приходит все то, что нам нужно. Одежда, а что нам нужно? Что нам по-простому нужно? Одежда, пока, да, пока мы в одежде ходим, кров, ну пока мы на улице не живем, нам уже какая-то, крыша на головой. Еда, ну пока мы не научились жить без еды, пока мы едем. Вода, транспорт, транспорт, как-то передвигаться между там, по миру летать. Все. Ну и деньги в том виде, в котором они сейчас, деньги. Как ты начал само приходить? Отношения, да, если нам нужны. Как ты начал само приходить? Я порой, знаешь, бывает, ты же, ты тоже знаешь, к человекам поработаешь, перед группой людей выступишь, вонлайн, либо вживую, так наполуч этим кайфом. Я сейчас к Диме зашел, а он вел консультацию, и он просит в потоке, он еще не, он просто не здесь, он там полностью в человеке, он наслаждается, он просто этот поток, эту свою любовь, эту энергию просто выливает на человека. Я тут рядышком сидел, слушал его, думаю, кайфует человек. Так вот, кайфуя от себя, кайфуя от своего таланта, что ты талант в мир предъявляешь. Вот мой талант и экстаз, и вдохновение человека, и пробуждение к жизни человека. Словами, в смысле, какими-то инструментами, не просто там. Кстати говоря, у нас сейчас такая сила, что мы можем с человеком просто посидеть, просто на него посмотреть, молча. Вот так как Дима, поулыбаться, как я поулыбаться, еще как все случается. Это не просто какая-то заторика. Мы не какие-то маги, волшебники, какие-то спиру там, все эти тайны из тайного общества. Нет. Когда раскрывается внутри источник жизни, эта энергия, раскрывается внутренний талант, а все таланты нового времени, все таланты нового времени. Они все связаны с пробуждением вот этой любви жизни в человеке. Они все связаны. Просто разными проектами это делается. Вот. И мы смотрим, а как у нас в жизни все случается. Все снова происходит. Ну, в плане того, что мы хотим из... Таким образом, не успех обеспечит счастье, да, а счастье обеспечит успех. Как вот S7, я сколько раз уже повторял, тоже там какие-то доперлись же ребята. Давно уже, лет, наверное, уже 10 как. Они все, у них слоган появился «Займитесь счастьем». Мне везде это пишут, до сих пор пишут. «Займитесь счастьем». Хороший вообще слоган, на самом деле, «Займитесь счастьем». Потому что счастье обеспечат все материальные ништяки и нематериальные. У меня сейчас такое откровение подгрузилось тоже. Когда начал говорить, что у тебя кайф от того, что ты умножаешь, то, что ты делишься, да. у меня это уже неделю где-то вот так идет, что состояние, когда мы делимся, это как будто у меня что-то есть, да, я как будто отрезаю от себя, отдаю, отдаю, и у меня становится меньше, и мне не хочется делиться иногда. А когда я понимаю, что информация, она есть во мне, какие-то знания, и я сказал слова, и кто-то ее принял, и она в нем появилась, она во мне осталась и в нем появилась, то она умножилась. А, умножилась, умножилась. Да. То есть ты ничего не отделяешь от себя, да. Да, и мне так понравилась эта история, чтобы начать множить все. То есть у тебя это есть, а ты это умножаешь. Да. Чтобы это больше было в других, да? Если во мне есть много любви, я хочу умножать любовь. Если во мне много жизни, я хочу умножать жизнь. Класс вообще. А если во мне злость какая-то обида, то я множу обиду. Зачем мне? Слушай, классно. Я еще раз слышал это слово от тебя. Множить, множить. Да. А прикинь, только сейчас я запер о чем-то смысл. Только сейчас заговорим. И вот множить экстаз, представь. Класс. Что вокруг тебя все в экстазе. Слушай, вообще классно. Причем такой радости люди, да? Так я сижу и тебе говорю, у меня вот... Тебе все время мурашки. Мурашки, а сейчас они вообще глаза уже вытыкают. У меня уже столько экстаза. Я не знаю, куда там... Сколько тысяч сейчас людей нас уже смотрят. Прикинь, все в экстазе, все вокруг радостные, легкие, с таким вдохновением. Блин, офигеть, классно вообще. И как в этот момент может быть какая-то нехватка, что-то уныние, печаль? Конечно, друзья, кто смотрит сейчас и хоть какое-то отношение имеет... Что такое предпринимательство? Люди и дело. А, вот еще, подожди. И про умножить. И ты говоришь про эти восемь клеток, я начинаю смотреть внутрь, а у меня-то их стало 16 уже. Я же взял твои и свои и умножил. И у меня стало 16. Я говорю, а в следующий раз я посмотрел уже 32. И все. И каждый раз, когда я внимание в источник направляю, умножится же. Класс, класс. Друзья, чтобы понимали, мы приземленные ребята. Мы обычные люди. Я к эзотерике вообще там особо никогда себя не относил. То есть, мне нужно, чтобы работало. Да, я раньше жил по принципу увижу, поверю. Вот это сейчас можно посмотреть, типа, ну, что-то хорошо, красиво, докажи, да. Докажи, да. Увижу, поверю. Хорошая история, рабочий инструмент, все понятно, но по-другому, если подойти, еще более мощнее, еще больше действий, по-новому, по-новому. Поверю, тогда увижу. Это когда я выбрал, выбрал, не слепая вера, а выбрал верить в то, что я сейчас сегодня Дима сказал, выбрал верить. Интересно, я много в жизни познал, хотя я сейчас оговорился, типа, я не в эзотерике, хотя я 9 лет в эзотерике, на самом деле. Но я через разную эзотерику и через науку тоже искал ответ на один вопрос, типа, а ты для чего здесь-то? А я зачем живу-то вообще? Потому что у меня в определенный момент ответ на вопрос, как ты это услышал, мне он понравился. Я живу, чтобы жить. Да не почему, я живу просто жить. У меня сейчас не подходит этот ответ. Я его по-другому раскрываю. Зачем я живу? Ой, хорошо. Сейчас пришло еще одно откровение, что начать умножить законы, по которым мы живем. Те выборы веры. И вот захотелось прям умножить, что вдумайтесь просто и сами посмотрите. Я выбираю верить в совершенство всего своего опыта. Всей своей жизни. Что все, что в моей жизни было, я не верю огульно, что все это было хорошо. Я просто выбираю верить в совершенство всей своей жизни, прошлой. Поживите с этим, поваритесь. Класс. Мне нравится. Все, благодарю. Благодарю. Андрей, благодарю тебя за экстаз. Я кайфанул, ты кайфанул. Да. Я вообще кайфанул. Я думаю, будет не одна серия с Андреем. Мы продолжим еще в глубину пойдем. Мы потом давай возьмем тему непредпринимательства, что-нибудь другое. Пишите в комментариях, какую тему. Давайте. Мы тему вообще разовьем любую и глубоко, и можем на примере. И экстазом напомним. Экстазом обязательно напомним. Напомним. напомним вам, что у вас тоже в 100% в людях есть экстаз. Просто так получается, что он как бы угасает. Но у нас есть навыки, у нас есть инструменты, и у нас есть наша суть, потому что мы и сами являемся этим экстазом. Будем. И как в песне поется, экстаз. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших сердец. Все, люблю вас. До связи. Пока.